Добрый вечер! Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ИТВ. Последние в этом году, новогодние. В студии работают Марина Павлова и Денис Симоненко. Итак, сегодня в эфире. Исторический год для Крыма. Время надежд, испытаний и трудностей. Как полуостров пережил 2014-й. Вот таким вот оптимизмом. Слава Богу! Спасибо Путину. Дай ему Бог здоровичка. Невыдуманная история или приключения Деда Мороза. Как сделать так, чтобы мечты сбывались? Здравствуйте! Здравствуйте! Дедушка, возьмете до центра? Обязательно! Как Крым шаг за шагом становился российским? Одна эта фраза может подвести итоги 2014 года. Безусловно, событие, перевернувшее всю жизнь жителей полуострова, это решение провести референдум. Было оно не спонтанным, а тщательно взвешенным. Просто никто в Крыму не хотел войны и повторения кровавых майдановских событий на своей родной земле. В рекордно короткие сроки на полуострове появились российские деньги. Люди стали получать паспорта с двухглавым орлом. Снился медицинские страховки. У работников бюджетной сферы повысились зарплаты, у пенсионеров пенсии. Конечно же, переходный период не прошел безболезненно. Во многом стараниями уже соседки Украины. Очереди на паромной переправе, трудности на украинской границе с пропуском товаров на полуостров, пустой северокрымский канал и отключение электричества. Крымчане мужественно справлялись со всем этим в течение года. Как это было? 16 марта в 8 утра на полуострове открылось 1205 избирательных участков. Такой активности не наблюдалось никогда. Люди приходили заранее, чтобы отдать свой голос за присоединение к России. Потому что дождь пойдет, пораньше придем. Мы старенькие уже. Народа будет очень много. Все же будут голосовать за Россию. Вы не сомневайтесь. Не секрет, я проголосовал за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации. Итог этого. На избирательные участки пришло беспрецедентное количество желающих отдать свой голос. 1 миллион 274 тысяч 96 человек. Это 83% жителей полуострова. Количество голосов участников общекрымского референдума, поданных в поддержку вопроса общекрымского референдума в ИЗА воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации, 1 миллион 233 тысячи 2 человека, что в процентном отношении составляет 96,77%. Буквально через 5 дней, 21 марта, президент России Владимир Путин подписал законы о вступлении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации и договор об образовании в стране новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь. По всей России прокатилась волна митингов в поддержку этого справедливого исторического события. Дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. Спасибо крымчанам и севастопольцам за их последовательную, решительную позицию, за их ясную, выраженную волю быть вместе с Россией. Крым готов жить по-российски. Перестройка идет гулливерскими шагами. По поручению президента Владимира Путина, нужно за два месяца успеть сформировать федеральные структуры Республики Крым. В этом активно помогают российские специалисты со всех министерств и ведомств. Идет процесс национализации различных структур, ранее принадлежащих Украине. Появились такие государственные предприятия – Крымская железная дорога, служба автомобильных дорог Республики, Крымские морские порты, Крым-аэронавигация, Крым-почта и многие другие. 11 апреля Государственный совет единогласно принял Конституцию Республики Крым. В нем 10 глав и 95 статей. Парламент Крыма получил право законодательной инициативы. Сегодня раздаются голоса наших оппонентов о том, что мы очень быстро приняли или принимаем этот закон, что мы его разрабатывали там где-то кулуарно. Это, конечно, политические манипуляции и откровенное вранье. Мы вместе с Конституционной комиссией, с депутатами, представителями общественных организаций за это время рассмотрели десятки, а может быть даже до сотни дошло различных предложений. Идет мощная работа по сдерживанию цен. Ежедневно инспектируются магазины и рынки. Уже в конце марта появились ценники с гривнами и рублями. Говорят, пенсионеры будут пенсию получать, а чтобы мы уже не отманывали их, не ошиблись. Уже наперед считаем, ставим, чтобы легче было. И чтобы они тоже ознакомились. Уже с апреля все пенсии, стипендии, зарплаты госслужащие получали в рублях и уже повышенные. По 16-е заплатили гривнами, а потом не платили. А сейчас все нормально и очередь небольшая. Ну уже все вернулись. Вернулись домой, как все говорили. Так что все хорошо. Ты очень счастливая. Очень. До слез. Что, наконец я у себя дома не выезжаю. В конце апреля стал решаться еще один важный для крымчан вопрос. Возврат депозитов со счетов украинских банков. Фонд защиты вкладчиков приступил к приему заявлений. За 8 месяцев положительные решения приняты по 1 тысяче заявлений на сумму 180 миллионов рублей. С 1 января крымчане будут получать бесплатную медицинскую помощь. На 2015 год планируется предусмотреть почти 22 миллиарда рублей. Жителю республики необходимо иметь лишь полис медицинского страхования. 80% им уже обеспечены. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам оказываются все виды медпомощи, мероприятия по диспансеризации и профилактики медицинским осмотром отдельных категорий граждан, медицинская реабилитация, вспомогательные репродуктивные технологии за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, СПИДа, психических расстройств и расстройств поведения. За это непростое время крымчанам пришлось решать миллион вопросов с документами, имуществом, землей, продуктами, ценообразованием, транспортным сообщением, с подачей воды и электроэнергии, с тысячами беженцев, которые в Крыму спасались от войны. Все вопросы на республиканском уровне решались жестко. Не справившиеся с задачами чиновники тут же лишались кресел. Год был достаточно сложный, объем работы зашкаливал у всех органов государственной власти, у муниципальных органов. Для примера только указов и распоряжений моих лично, то есть было издано швысы тысячи и постановление распоряжения света министра свыше двух тысяч. Было принято Государственным советом Республики Крым более ста законов и подзаконных актов. Такой объем работы, который, еще раз говорю, в прежние времена никогда не делался. Тем не менее, главной заслугой нашей является то, что были проведены выборы 2014 года, сформированы органы власти согласно российского законодательства, в том числе и на местах. Конечно, есть масса недостатков, есть масса недоделок, есть вопросы, которые могли бы решаться, наверное, по-другому, если посмотреть немного назад, оглянуться в предыдущий период. Но, тем не менее, на мой взгляд, общая ситуация на сегодняшний день развивается положительно. Поддержка из федерального центра готова была прийти в любую секунду. Все субъекты Российской Федерации подключились, чтобы помочь крымчанам преодолеть переходный период. Кто медикаментами, кто продуктами, кто техникой. Грузовики с гуманитарной помощью приезжали чуть ли не ежедневно. Как же не пережить непростое время с такой-то поддержкой всей многомиллионной страны? Все нормально для нас, лишь бы мир был над головой. Все переживем, мы сильные. Вот таким вот оптимизмом, слава Богу, спасибо Путину, дай ему Бог здоровичка, что спас нас. Все замечательно. Ужин при свечах, романтика. Мы продержимся, не пропадем. Мы считаем, что это временное все. Нужно время для того, чтобы страны пришли к пониманию, люди привыкли к новой ситуации, время все расставит на свои места, но, к сожалению, нет никакого. Крымчане сильный народ, мы любим Россию, мы рады и нам уютно. Я в России и доволен от и до. Крымчане на протяжении всего года с удовольствием отмечали все российские праздники. День флага, народного единства, День России. Теперь дружной семьей встретит российский Новый год. И тут не обошлось без подарков. Две хвойные красавицы из Карелии и Великого Устьюга Вологодской области украшают Симферополь и создают настроение всем жителям и гостям столицы. Марина Павлова, Служба новостей и ТВ. Наступающий год, год козы, животное настойчивое и порой вспыльчивое. Каким же он будет, Денис? Серьезные изменения во всех областях жизни принесет астрологический прогноз на 2015 год всем знаком зодиака. Поэтому впереди всех ожидают не только хорошие перемены судьбе, но и масса невероятных совершений, интересных событий, что обещает жителям Крыма очередной год, поинтересовалась Силия Попович. Карта Крыма, вот ее рождение, карта Крыма на подписание договора с Путиным, называется, 18.03. В 13.58 была поставлена подпись. Это то, что начала работать новая карта. Новое рождение – новая карта судьбы. Звезды с этого исторического дня сулят Крыму новый путь. И как отмечают астрологи, теперь прогноз на будущее гораздо оптимистичнее. Светлана, анализируя астрологический расклад по старым параметрам, делает вывод. Он вел в никуда. Трансформация договора в возрождении отрасли туризма и строительства, медицины и развития молодежи. Для этих сфер звезды теперь дают все шансы на успех. В общем, через лет 5-7 полуостров будет не узнать. И раскроется он в новой форме. Однако, рано радоваться не стоит. Звезды за нас прекрасным мир не сделают. В ближайшие два года обещают быть для Крыма нелегкими. Придется трудиться и ждать. В год козы хоть упор и будет делаться на развитие туризма, большого потока гостей не будет. Однако, задуманное свершится. Полуостров станет круглогодичным курортом. Появятся новые партнеры издалека. Однако, в ближайшем будущем чувство изоляции от мира нам не измежать. Не рекомендовала начинать большие проекты. Долгоидущие. Почему? Потому что все-таки экономика на следующий год, ну, скажем так, не очень стабильная. И особенно первая половина года ждет сюрпризов разных. Ожидать надо от нее. Так что лучше делать какие-то маленькие проекты пока. Вкладываться в маленькие какие-то такие вот проекты, которые будут приносить результаты. Если взглянуть на мировую тенденцию, накаленная атмосфера сохранится и в 2015 году. Прогноз экономики Украины не очень радостный. Возможно, опять будут перевороты и восстания. Но Крыма это не коснется. Он останется словно под надежным колпаком. Но перевороты будут не только негативные, но и позитивные научные открытия и прорывы. В этом году звезды помогут творческим начинаниям. На политической арене могут появиться новые лица. Новый год дает дорогу молодежи. Трудиться и терпеливо ждать результата. В год Козы чудес не бывает. И все будет зависеть только от вас. Желать и действовать. Таким должен быть девиз на ближайшее будущее. И успех придет обязательно. На этот год вообще-то больше терпения провели и мудрости. Почему? Потому что, знаете, как говорится, воевать в год Козы – много дров наломать. В каком плане поломать? Сил хватит. Принесет ли это результат? Для этого лучше всего силы и энергии распределять. Не крушить все подряд, а направлять в нужное русло. Представители огненных знаков Зодиака – вам год Козы даст большие возможности, но и требований выдвинет больше. Воспользуетесь ими или нет – все будет зависеть только от вас. Водным знаком Зодиака придется умерить свой пыл. Совет не распыляться всюду, а быть более организованными и стабильными. А представителям стихии воздуха в этом году придется легче всех. Ветренные знаки всегда подвижны, и период перестройки для вас пройдет практически незаметно. Проблемы воспринимаются поверхностно, а все новое для вас всегда интересно. Земля любит стабильность и уверенность. Необдуманные поступки вам не грозят. Каждое решение сопровождается глубоким анализом. Благодаря такому качеству неприятности избежать удастся. Ну а для России, рожденной под знаком Водолея, звезды гарантируют большое экономическое будущее. Ураническая страна, в принципе, это очень большая мощь, которая не повластна, наверное, никому и ничему. И сейчас как раз эра Водолея, которая началась, это несет расцвет экономический, политический. Это Россия. Вот то, что еще, как объяснение, да, 17-й год – это новая эра. Новая эра развития России. Наберитесь терпения и сил, и смело шагайте в 2015-й год. Результат, хоть и не сразу, но будет. И он вас удивит. Придет время, и все старания превзойдут ожидания. Юлия Попович, Андрей Заходский, Служба новостей и ТВ. По полуострову в преддверии Нового года начал свое поздравительное турне «Дед Мороз». Какой Дед Мороз? Непростой, а крымский? Да, настоящий крымский. Он играет на сопилке, гармошке и гитаре. Крымский Дед Мороз обещает успеть поздравить весь полуостров. Этим утром он позаботился о праздничном настроении симферопольцев. Светлана Квитко прикоснулась к миру детства. Это только в сказках. Он бродит между елок и берез. А в реальной жизни вы встретите его лишь в цивилизации. Вместо увесистого мешка за плечами туристический рюкзак. На ногах не валенки, а тройкинговые ботинки. Волшебных саней тоже нет. Их бородатому заменяет четырехколесный транспорт. Причем первый попавшийся. Этот Дед Мороз предпочитает передвигаться автостопом. Здравствуйте, здравствуйте. Дедушка, возьмите до центра. Обязательно присаживайтесь. Конечно, как это не взять, дедушку? Спасибо вам огромное. Пойдем детишечек поздравлять. Загорелое лицо, блестящие по-молодецки глаза. Он похож и не похож на своего северного собрата. Все дело в том, что прописка у дедушки крымская. Как вы думаете, чем я отличаюсь от обычного Деда Мороза? Я живу в Крыму, я купаюсь в ваннах молодости. Я вообще гуляю по горам и день и ночь, и свет не заря, и темным-темным вечером. Ну и, конечно, поэтому поджарый, поэтому очень веселый, потому что наша крымская природа всегда дарит много здоровья, много веселья, ну и, конечно, заряд молодости. Первым делом дедушка решил заглянуть в дворец детского и юношеского творчества. Мы с вами рассматриваем третий раздел, наш принцип дебютивной работы. Здравствуйте, шахматисты. Здравствуйте. Как он живется, как играется? Хорошо. Со свойственным ему южным темпераментом крымский Дед Мороз тут же превратился в живой оркестр. Губную гармошку сменила сопилка. И, наконец, акапельное пение, которое тут же стало многоголосым. А дальше загадки и игры. Вы на месте покружились и волком превратились. Никогда такого не видели. Очень обрадовались. Дети тоже вспомнили песни новое. Многие песни крымский Дед Мороз сочиняет сам. И даже музыкальные хиты переделаны на крымский лад. Детвори эти новшества по душе. Слова запоминают на ходу и дошкольники, и первоклассники. Уродилась осенька, в Крыму она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Каждый из ребят приглашает крымского Деда Мороза на свою елку. Заманивают, как могут. Для Деда Мороза хочу приготовить кушать, чтобы он мог поесть. А что Дед Мороз любит? Любит он. Сыр там любит. Мороженое. Мороженое. И еще там. Любит там воду и апельсинку. Дедушка уже спешит в самый центр Симферополя. Рюкзак за плечами сменяет чехол с гитарой. У городской елки происходит судьбоносная встреча с внуком. Имя которому – Новый год. От праздничного настроения уже никто не спрячется. Путешествие крымского Деда Мороза продлится еще 30 дней. Он споет крымчанам десятки новогодних песен. И несколько из них непременно будут о прекрасном полуострове Крым. Светлана Квитко, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ, Симферополь. Вы смотрите наши новости. Новогодние. Не переключайтесь. Там, где есть живой символ года. Все, что мы о них не знали и как задобрить козу в 2015. С оглядкой назад, с каким настроением крымчане готовятся встретить Новый год. Крымчане. От всей души. Всех. С Новым годом. Счастья, всем добра, тепла. Сегодня в Симферополе прошел молебен по случаю новолетия благости Господней. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь попросил Божие благословения на будущий год, мира и благоденствия каждому жителю полуострова. Несмотря на то, что 31 декабря, время активной подготовки к Новому году, в 10 утра симферопольцы собрались на главной площади Крыма, чтобы послушать молебен. Мы благодарим Господа за прошедший год и просим благословения Божие на год наступающий. Дорогие братья и сестры, пусть вся милостью Господь дарует богохранимому Отечеству нашему мир и благоденствие. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь призвал каждого крымчанина задать себе три вопроса. Правильно ли он направляет свои духовные взоры, каждый день становится лучше или хуже, и не зачерствело ли его сердце. Без новогоднего молебна, я думаю, православный христианин вообще жить-то и не должен, по сути. Посещение церкви стало для нас таким мероприятием не очень частым, а для некоторых может быть вообще недосягаемым. Поэтому мы сегодня здесь помолились за весь город Симферополь, за весь Крым. Люди, собравшиеся на площади, надеются, что молебен даст им Божью силу, которая поможет преодолеть все трудности и неприятности в будущем году. Татьяна Ханкота, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Наступающий 2015 год по восточному календарю – год синий овцы или деревянной козы. Животное полезное и весьма уважаемое. Одно из первых прирученных человеком. Так ведь, Марина? Конечно, а домашняя наказа была на Ближнем Востоке приблизительно 9 тысяч лет назад. Что она любит, каков темперамент и особенности характера? Профессиональные ответы наши журналисты искали в сафари парке Тайган. Осторожный и с молниеносной реакцией, когда угрожает опасность. Овцы святого якоба – порода, которая почти исчезла к 70-м годам прошлого века, но была спасена энтузиастами. Пятнистые и основательно оснащены рогами. Их у овец аж 4 штуки. Дополнительная пара хрупкая, но и отрастает быстро. Они задевают рожками арматуру, когда хочет за едой тянуться сильно быстро. Малыш всегда так делает. Он уже три раза отбивал рожки. Они вырастают, хоть пару недель, но они вырастают. Виктор уже два года ухаживает за животными в парке. Малыш – любимец. Яблоки для него – лучшее лакомство. Когда подрастет, будет среднего роста и весит до 80 килограммов. Предки малыша были известны 3000 лет назад. Обитали они на Ближнем Востоке. В 17 веке были привезены в Англию в качестве декоративных. В Белогорском районе они себя чувствуют неплохо и с удовольствием общаются с соседями – яками, ламами, зебрами и ланями. На острове Сицилия в Средиземном море осталась жить небольшая стая коз в Гергентан. Но увидеть их можно и в Крыму. Миролюбивые прекрасно делят один вольер с яками, но держатся своей стайкой. Примечательные у них рога. Они в виде лиры, закрученные. Поэтому мы давно хотели таких животных в своем парке иметь. И сегодня мы надеемся, что уже к весне, в следующем году, году козы, мы получим потомство от этих редких коз. А это мир животных в миниатюре. Карликовые камерунские козы, барашки, свиньи и даже корова. Смотри, смотри, что ждет. Баран Петя вот этот вот, авторитет местный, карликовый баран. Козы и бараны – самые неприхотливые. Едят все подряд и целыми днями. Ради лакомства можно и потолкаться. Коза способна выживать в местах, где другой скот страдал бы от голода. Она может переносить сильные морозы и жару. Только плохо приспособлена к сырому климату. Эти жвачные млекопитающие признаны большими лакомками. У них тонкий вкус, обоняние. Очень нравится аромат пряных трав и соли. А вот к запаху гнили, испорченному корму, неприбранному хлеву нетерпимы. Несколько интересных фактов. Мало кто знает, что у козы большой мозг. Его масса достигает 100-120 граммов. Это говорит о высокой организации животного. Поэтому они смекалисты, быстро поддаются дрессировке. При хорошем обращении очень привязываются к хозяину. Судя по характеру, следующий год должен быть веселый, игривый, беззаботный такой. Они очень суетливые козы. Любят играться, веселиться. Ну, как-то так. Астрологи считают, что год козы будет благоприятным для совершения дальних путешествий, открытий новых возможностей и перемен в жизни. Коза благоволит мечтателям и легким на подъем людям, которые всегда готовы к приключениям. Марина Павлова, Андрей Заходский, Служба новостей и ТВ. Новый год на пороге, елки наряжены. Кто-то украсил зеленые ветви современными игрушками, а кто-то старинными, теми, которые бабушки и дедушки вешали в далеком детстве. Именно такими богат Музей истории города Симферополя. А еще рождественскими открытками, отправленными в прошлом веке. Татьяна Хэнкота вернулась назад. Прошлое. В музее истории Симферополя хранятся елочные игрушки 20 века. Они отражают все этапы жизни советских людей. Здесь и хоккеисты, и космонавты, и даже кукуруза, напоминающая о планах Никиты Хрущева догнать экономику Америки и перегнать. В каждой семье хранятся такие игрушки. Но не все эти игрушки сохранили свой такой внешне привлекательный вид. И поэтому, может быть, их на елку и не помещают. Но хранят как память о своем детстве. И очень часто приносят на музей. Приходили жители города Симферополя, видели эти игрушки. И говорят, вот у вас этот шар поврежден, а у меня есть целый. Убегали, через 15 минут приносили точно такой же целый шар. А эти изделия выпустила Симферопольская зеркальная фабрика, которая находилась на улице Севастопольской, 55. Производителя уже давно нет, а вот фигурки возвращают в те времена, когда многие крымчане жили в хрущевках, в маленьких квартирках с невысокими потолками. И поставить большую елку им было некуда. Ставили маленькую, к ней большие шары не подходили. Так и возникла необходимость в миниатюрных игрушках, размером со спичечный коробок. А еще 200 лет назад во всем мире никаких стеклянных новогодних изделий не было. Елки украшали бумажными цветами, яблоками, конфетами. У одного бедного стеклодуба не было денег для того, чтобы своим детям на елку повесить вот эти вкусные украшения. Тогда он выдал из стекла красивые игрушки, красивые яблоки, красивые украшения и повесил своим детям на елку. Вот такая существует легенда появления новогодней игрушки. Есть и официальная версия. Согласно ей, первые стеклянные шары появились в Германии. В Россию их завезла жена Николая Первого. Так, в 40-х годах 19 века в русской стране появилась традиция, которую любят и соблюдают до сих пор. Наряжала елочку гирляндами, звездочками на макушке, шариками разными, колокольчиками, просто конфетишкой. Я шариками, человечками, колокольчиками наряжал. Я наряжала новогодними игрушками. Фонд музея истории Симферополя богат и рождественскими открытками начала 20 века. Милый Белочка, поздравляю тебя с Новым годом. Вот так почти сто лет назад поздравили Белокурова, потому и Белочку, прадедушку научного сотрудника музея Алексея Эйлера. Правнук решил украсить выставку открытками, которые в его семье передавались из поколения в поколение. Все они не отечественного производства, хотя в России в то время их уже начали массово выкупать. К их разработке привлекали известных художников Ивана Белибина, Александра Бенуа, Николая Рериха и многих других. Первые поздравительные открытки на Новый год, они появились и в Англии примерно в 18 веке тоже. Один англичанин обратился к своему другу художнику, захотел своих друзей поздравить таким вот оригинальным способом. В Музее истории Симферополя представлены фотографии на рождественскую тематику, а также различные подделки. Выставка продлится до 19 января. Поздравляем Новым годом! Татьяна Хэнкота, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ. 31 декабря. У кого рабочий день, а у кого выходной, но дома никто не сидит. За сегодняшний день крымчанам надо успеть сделать тысячу дел. Обязательно кто-то забыл что-то купить на рынке, кто-то бегает в поисках подарков. Дети идут с новогодних представлений, прогуливающихся по центру не пугает легкий морозец. Витрины магазинов сверкают огнями и наперебой хвастаются своими праздничными нарядами. Новогоднее настроение чувствуют ли его крымчане? Рабочий день на Новый год сегодня обязательно будет весело. Будем праздновать у нас здесь на площади с Девушкой Морозом, поэтому с ребенком, с семьей все будет здорово, надеюсь. Я создаю новогоднее настроение прежде всего для своих близких и, конечно же, для себя. А подарки-то кому? Это мои замечательные внучки, дочи. Они сегодня прилетают из Москвы, мы их будем встречать вот такими шариками. Это уже у нас традиция. Я, например, чувствую новогоднее настроение, оно приближается. Новый год, я думаю, надеемся, что в новом году будет еще лучше, чем сейчас. Так что все будет хорошо, я считаю. И то, что мы в России, это для меня тоже, как говорится, радость. И для моих близких радость. Все мы это поощряем. Ну, те, что, как говорится, неприятности, которые есть, но они сгладятся, все будет хорошо. Я пожелаю всем удачи, счастья и здоровья, чтобы этот Новый год их всех радовал. Очень приятно, очень хорошо. Спасибо, войны нету. И дай Бог, всем здоровья. И все. Как вы сегодня будете праздновать Новый год? Сегодня праздновать? Шампанское? Потом что? Потом вся семья соберется, внуки, внучки. Ну, все полностью. Невестки. Будем праздновать. Все хорошо, мы, наконец, в России. Что еще нужно для русского человека? Какие дела сегодня будете делать и надо успеть сделать сегодня? Запеку рыбу. Вообще сегодня и завтра работают, так что все хорошо. Крымчанам здоровья, мирного неба. Остальное приложится. Ну, счастье, здоровье, чтобы все у них было хорошо в следующем году. У них самое главное, чтобы у меня дети, жена, улыбалась. Что приготовили в подарок? Кольцо приготовил. Я хочу сделать ей предложение в этот Новый год. Жене? Ну, она мне неофициальная жена. Теперь будет официально. Я сегодня буду работать с Негурочкой. Вот поэтому на работе проведу праздник. А завтра уже с родными буду отмечать. Многое хочу радовать. Вот елка какая, сказка. Мы такой никогда не видели. Не верится своим глазам, что такие бывают. Ну, и вообще все нормально. С летом, новогодней ночи. Ой, крымчане! От всей души! Всех с Новым годом! Счастья, всем добра, тепла! Мы теперь на родине! Ура! Счастья, всем добра, тепла! До свидания! Тренерскими и финансовыми проблемами. На смену крымским командам пришли ТСК и СКЧФ. Однако после долгих разбирательств Российского футбольного союза с ФИФА и УЕФА оказалось крымчанам на поле путь закрыт. Сотни воспитанников местного футбола остались не у дел. Вместо этого неприхотливые симферопольские болельщики следили за выступлением мастеров из Дагестана и Чечни. И все же, как выяснилось, уже в конце года и эти футболисты скоро, вероятнее всего, разъедутся по домам. УЕФА наложил вето на участие ТСК и СКЧФ в российских турнирах. Весной накануне референдума в республику приехали звезды советского и российского спорта Вячеслав Фетисов, Марат Сафин, Николай Валуев, Анатолий Карпов, Александр Карелин и другие. Все они общались не только с первыми лицами Крыма, но и с учениками детских спортивных школ, начинающими спортсменами. В остальных видах спорта, кроме его короля, ситуация в целом оказалась более стабильной. Все федерации быстро интегрировались в российский спорт. Многие крымчане начали завоевывать медали уже под трехцветным флагом. В особенности отметились кикбоксеры. Так Владимир Олейник и Любовь Белякова сходу попали в сборную и отправились на чемпионат континента в испанский Бильбао. Владимир стал чемпионом Европы, а Любовь выиграла бронзу. В большом количестве российских турниров выступили и местные рукоборцы. Представители армрестлинга после некоторой адаптации стали проводить соревнования высокого уровня на полуострове. В Коктебеле летом прошел чемпионат мира по армлифтингу. Стремительно набирающий обороты спорт для сильных собрал всех сильнейших армлифтеров планеты, включая звезду российского кино Сергея Бадюка. На этом форуме крымчане также показали всю свою силу, выиграв ряд золотых медалей. Боксеры также традиционно показывали высокий результат в этом сезоне. На российском ринге отметились Зини Алимов, Артем Булатов, Александр Нейзман, Арсен Аблаев и другие. Эмира Сан Нибиев – первый сборник России среди крымских мастеров перчатки. В Якутии он выступил на чемпионате мира среди студентов. Главный местный турнир «Мемориал Педро Сайс Бенедикто» на этот раз оказался не таким масштабным, как обычно. В нем поучаствовали исключительно россияне, а победители теперь не становятся мастерами-международниками. Как говорят организаторы, такие реформы временны. Отверженный олимпийский чемпион Александр Усик также порадовал своих самых преданных поклонников. Крымчанин стал чемпионом мира среди профессионалов, а позже и защитил титул. Все свои победы на профи ринге Александр одержал нокаутом. Футбольные мастера КСХИ, стасковавшиеся по ярким международным победам, завоевали Кубок Крымской столицы уже в третий раз. Теперь трофей достался команде Крымского сельхозинститута «Постоянное пользование». Порадовали представители интеллектуальных игр. Шашист Сергей Белошеев стал вице-чемпионом Европы. Валерий Шемякин, Маргарита Потапова, Ярослава Кабанова и другие юные шахматисты по весь голос заявили о себе на всероссийском уровне. Мусон дебютировал в чемпионате высшей баскетбольной лиги. Команда сменила тренера и достигла неплохого результата. Два игрока севастопольской команды стали лучшими в своих амплуа. Мусоны по ходу турнира даже сумели подняться на третью строчку таблицы и с перспективой смотрят в спортивное будущее. Однако, как бы много ни было крымских побед. В 2014 году основные события и ясность должна прийти уже после новогодних праздников. Несмотря на все преграды и трудности переходного периода, копилка крымского спорта по итогам сезона оказалась наполненной. Впереди 2015-й, к которому спортсмены подойдут уже более уверенно. И наверняка порадуют результатом. То, во что болельщики верят в особенности и о чем просят накануне 1 января спортивного Деда Мороза – возрождение крымского футбола.